Добрый день, дорогие друзья, с вами я, епископ Альберт Радкин, наш канал «Взгляд с небесный», и сегодня у нас на канале гость из Финляндии, лютеранский пастор Юха Саари. Правильно произнес, Юха? Да, правильно. Приветствую. Юха, я знаю, что очень много лет вы прожили у нас в России, в Сибири. Представьтесь немножко и расскажите нашим зрителям о себе, о своем труде, о своем призвании. Ну ладно, меня зовут Юха, Юха, так можно говорить, я пастор, лютеранский пастор, уже почти 30 лет. У меня 5 детей, 1 жена. Я работал там в Омске, в Сибири, и я работал первый как настоятель. Ютеранский приход в Омске, в церковь в Ингрии, потом 7 лет я был в пропст, в церковь в Ингрии, Сибири, и путешествовал там, к тому очень много. Но с тех пор я работаю в церковь в Ингрии. Я такой помощник, помощник, всякое дело, дело, что надо. Образование у меня магистр теологии, сейчас, или уже 30 лет я занимаю историей в лютеранской церкви в Сибири, особенно эти финские приходы и финские миссионеры, которые там работали до революции. Значит, финское государство в 1826 году начало послать криминальные люди в Сибири. И после этого Александр, или Николай I, когда он делал этот закон, он сказал, что финские государства должны обеспечить их духовно. И первый лютеранский пастор, который был послён в Сенат Финляндии в Сибири, Герман Рошер, его послали в 1863 году. И последний пастор, который оттуда убежал в 1821 году после революции и гражданской войны, был Павел Гранер. И на эти 60 лет в Сибири работало больше 30 пасторов, диаконов, диаконистов и преподавателей и так далее. И это была моя тема в университете Хельсинки. Сводит ломские работы, писал об этой теме. И с тех пор я занимаю эту тему как доктор, докторскую работу делаю, диссертацию делаю. И надеюсь, скоро она закончится. Но я тоже разные истории писал. Но в Омске я сам работал, конечно, как пастором, как духовником для этих лютеран, который там живёт. Но что ещё говорить? Много успел делать. Старое уже. Сколько лет, Йохамал? У меня 55 скоро. Выглядите на 40. Не подумаешь. Слушайте, ваша диссертация увидит свет на русском языке или только на финском языке? Я пишу его на Хельсинском университете. Но я хотел делать более широкое исследование. Не только диссертацию, а более широкое историю о лютеранстве в Сибири. И потому что диссертация на современное время, это такое чуть-чуть маловато. Маловато. Там 250 страниц. У меня очень много материалов. Очень много материалов. Я читаю, что это всегда очень интересно. Не только говорить, что люди делали, а на самом деле, кто они. И я делал очень много исследований об этом. Эти люди, кто они были, как они жили, как они думали, что они проповедовали, какие у них были грехи, как не получилось и как получилось и так далее. Я хочу такую книгу писать по-русскому. Понятно. Слушайте, вот я недавно оказался в Омске. Первый раз, конечно, был. Много историй услышал. Основание города. Основание было как раз по приказу Петра Первого. И сразу же тот человек, который пришел и с казаками, и как раз вы их криминальными назвали. Но это же были не совсем криминальные первые поселенцы. И финны, и шведы, и немцы. Это были участники Северной войны. Пленные просто. И среди них много было верующих. И как раз для них была построена сначала православная церковь для казаков, и тут же была построена, скажем так, литеранский молитвенный дом. Не кирха первая, а... Я это всегда... Если я читаю шведские источники, они его называли шведский кирха всегда. Они не называли его молитвенный дом. Да, вы правы. Сибирь вообще попала в литеранах в очень много волнах, можно сказать так. Первый большой круг были эти военнопленные шведов. История их называется Каролинов. Что их называется? Каролинов. Они были в войсках Карла 12-го, в время Северной войны. И не только эти военнопленные, у них была с собой тоже семья. И тот Северный войн, конечно, это было много лет. Она начиналась уже с начала века. И Бултавская битва, конечно, была самая серьезная. Но Петра Первого тоже оккупировали Финляндию в то время. И из Финляндии... Они в то время, можно сказать, брали людей на рабство. И продавали эти люди потом на рынках Москва как рабов. И тоже депортировали их на Константинополь и так далее. Это очень интересная история вообще. Время Северной войны. Кто знает эту историю Пултова и так далее. Там были люди из Прибалтика. Когда Петра Первого в войсках Петра Первого оккупировали Прибалтику, эти шведские, которые были в шведской территории, они брали все умные люди. Ну, например, была такая девочка, которая потом стала стариться в России. И она была там слуга лютеранского пастора. Это очень интересная история. И Петра Первого этот лютеранский пастор вел в Россию. И он начинал делать первый перевод тоже на русском языке Библии. Он был переводчик, этот лютеранский пастор. Но у него был слуг. И она стала Екатерина, царица. Это удивительная история. Но кроме идеи, конечно, были сотни другие люди, которые попали на племянство и их продавали где-то в Москву, либо потом их ввели туда, туда, в Константинопол, и там продавали для мусульманцев. Потому что в Константинопол был самый крупный рынок для рабов. И когда шведский посол нашел так, что там продает сейчас гражданство шведов, он собирал все имущества, которые у них был шведов, Константинопол, посол там. И он купил все эти работы. И ввел их туда, где были в войсках Украины, этот Карли 12. И после Пултова они снова попали в пленок. И некоторые из них, особенно женщины, они попали тоже в Тобольске, где были в войсках. И в то время, конечно, время долгое, там были пленок, женщины, дети, и мужчины, и войска. Но были сивильные люди, и были военные. И они женились, и свой дом устроили с временами. И не только в Сибири, а в основном, конечно, много войска в Урале, и тоже европейская часть Россия. И если был обычный солдат, его только продавали для какой-то фермер, но в то время, у кого были деньги купить души, продавали, они стали русскими. Поэтому это шведская кровь, очень много профессий. Вообще, Финляндии брали, некоторые цифры, это 20 тысяч, некоторые сказали, что 40 тысяч душев из Финляндии собирали. Мой предки тоже там, церковные книги Финляндии, но там сказали, что брали детей. Они в основном брали детей и женщин, которые смогли работать в этом процессе. Но это мудное время. Поэтому первая церковь, лютеранская церковь, которую построили в Сибири, они, конечно, были Тобовские, которая была столицей в Сибири в то время. И там услышали уже этот капитан Вречь, который туда оформили школы, и больницы, и там были немаленькие церкви. Он горил, потом они снова построили Тобовскую церковь. Но, конечно, политик в то время был такой, что построили новые крепости в Сибири. В 1711 году в Томске послали большую группу этих военнопленных. И шведская армия была такой, что у него было очень много военных капелланов с собой. И, например, в Томске было три пастора. Потом послали в Омске в 1716 году. У них был с собой пастор, военный капеллан. Иркутск они построили, начинал построить кирхо. И это точно я знаю, что был кирхо в Тобовске, Томск, Омск. И Иркутск они построили, но не успели его, чтобы осветить для церкви. Потом, когда мировой договор делали в 21-м году, они возражались, офицеры, самые высокие офицеры возражались в Швеции. Но очень много тоже менял свою страну, стал слугом для Гагарина и других крупных офицеров русской армии, и остались в России. И этот Омский кирхо, Первый кирхо, этот Шведский кирхо, его построили уже в самом время, одновременно с православным церковью в 1716 году. Но в 21-м году его изменили, изменили, но передали ли какое-то административное стане. Где верующие лютеране, протестанты, после этого свой слуг почитали и использовали как свой кирхо, я не знаю. Но точно туда осталось так много лютеран, что они где-то собирали. Надо искать источники. Есть такие источники. Это интересный вопрос. Но остались туда, конечно, лютераны, не только военнопленные, или бывшие военнопленные, или севильные. Там остались тоже другие люди. на русском армии было всегда много протестантов как офицеров и войск. Потому что в то время была самая крутая армия Северная Европа до Петра Первого его уничтожила. Вообще уничтожила можно сказать в Великой Свеции. Но после этого там жили эти военные, русские военные, уже севили. И они где-то собирались, но город Омск меняли свое место. Они были первые первые крепости были там на восточной стране Иртиш и Река Ом. Но потом в конце века его перевернули туда на северную страну Река Ом и туда сразу на это самое центральное место построили новый храм для Православной церкви. Там с тех пор есть военный военный как сказать генштаб или как называется по-русски. И лютеранский кирх святое имя святого Екатерины которое построено в 1791 году. И это конечно очень важная церковь для лютеранов Сибири. Мы видели эту кирху как раз. Сейчас ведутся разные разговоры, но мы вернемся к ней потом. Вы очень интересно рассказываете историю историю освоения Сибири, потому что Омск и начался как эта крепость как раз на этом треугольнике между Иртышом и я был очень интересно. Мало чего исторического осталось. Вроде истории 300 лет, но осталось всего несколько зданий от этой крепости. Но слава Богу, что кирха стоит. Слава Богу, что кирха стоит. Слава Богу, что эта история осталась. Мы, конечно, знаем, что первые архитекторы, инженеры, которые там работали, были лютеране, потому что они были научные люди. И мы знаем, там очень много интересных историй, но может быть не стоит сейчас говорить об этом у шведов было много шведских, финских, немецких войска. Но, конечно, из Прибалтия тоже было много. И это очень, можно сказать, надо помнить, что раз Прибалтия стал после Северной войны часть Россия, все офицеры, которые жили в тот округ, остались на войсках Россия. понимаете, у них не было права возражать дома, потому что дома уже была часть России. также, например, город Виборг, который есть близко Санкт-Петербурге, это была немаленькая крепость. В самом Питере там были такой город и крепость, ну, Нюэн, или Охта, Охта, там были крепости. Куда попали все офицеры оттуда? Конечно, на племство и потом остались в России. Поэтому часто мы говорим о Шведции, да, но Шведции потерялся очень большой округ, свою территорию, тоже эти офицеры и дворяне. Конечно, прибалтики, эти дворяне, эти офицеры делали хороший договор с Питером Первым, потому что Питер Первым тоже понимал, что надо это знание и ума получить, чтобы помогать. В принципе, в то время Питера Первого был один из, можно сказать, либеральных царем Россия или вообще в мире, что он дал свободу, совесть для этих лютеран. У них было право сохранить свою веру и построить кирхи и так далее. Поэтому это было удивительно, потому что в то время еще Шведов было такое, что ну ладно, было у них какой-то степень толеранс для других веры, но в основном они сказали, раз ты живешь здесь и лютеран. После Петра это же факт, что русский царь всегда был главой и русско-православной церкви, и лютеранской церкви. Он всегда был главой церкви и православной протестантской. И он тоже делал много, можно сказать, изменений внутри православной церкви. И брал из протестантской церкви модель делал это. И конечно, эти консервативные православные батушки и бископы, они протестовали, что зачем нам нужен катехизис, например, православная церковь. У православной церкви катехизис нет, это лютеранская вещь. это очень интересно в самом деле, что лютеранская церковь по временам очень сильно влияла православную церковь России. Но надеемся за добро. Слушай, но я знаю, очень много немцев приглашал тот же Петр и после него. Очень много. Заводы строили и архитекторы, и мастеровые люди, и серебряные плавины. Индивидов пригласил немцев. И платили огромные жалования, насколько я знаю, и заселяли Сибирь. Первые первопроходцы были они, лютеране. Да, в лютеранский церковь, конечно, Сибири стал как раз, ну, туда построили разные заводы и минералогия, и так использовали немцев и в основном и конечно шведов тоже и Прибалтии и так далее. Вы, наверное, слышали по поводу этих шахтах или металлургические заводы там в Урале и тоже в Барнаут на Алтайских краях и других местах. Это было другое такое. Если мы первым скажем, что были военные лютераны, офицеры, которые свою карьеру делали в России, второй группой, конечно, были специалисты, высокие специалисты на металлургии и так далее. И в Урале, и этот Барнаулы, Алтайские, Алтайские края. Парнаулы, в принципе, в то время мы можем найти прямую, можно сказать, это не рогословие, но прямая линия, кто слушал, как и лютеранские пасторы слушали в Барнауле, Иркутске, Омск, Тоболск и Красноярск, что эти пасторы мы можем найти, и мы знаем эти. Еще есть чуть-чуть, который был бы очень интересен, эта группа работников лютеранских церквей, которые работали во время Северной войны, в Тоболске и других, но надо пойти в шведские архивы и копать все эти войны, пленник, кто там был, кто слушал и так далее. Но, как мы уже говорили об этой школе речи, что школный систем для лютеран был всегда важен, и это было бы тоже интересно. Еще неизвестно, в каких городах были школы, но точно были эти города, где были лютеранские пасторы. И кроме пасторов тоже были другие такие важные должности в лютеранской церкви как преподавателя. По-фински мы часто говорим об катекето, по-немецки клостер, который преподавал детей. еще много неизвестно. Мы знаем, что такие были, но кто работал, как работал, это мы пока не знаем. Но можно сказать, третья волна лютеранов были обычные крестьяне, которые кому дали земля, в Сибири. Они в основном были из Питера и округа. Значит, там жили несколько десять тысяч лютеранов уже тысяч семьсот, тысяч восемьдесят. Еще были Брибалтия, где были много лютеранов. И часть еще больше, округ больше. поэтому там были проблемы с землей и там были проблемы крепостные права. И особенное время Екатерина Вторая, некоторые хозяины или как называются люди, которые имели много душев, они очень жестко помещики, они очень жестко с ними поступили, и потом они бунтовали. И мы знаем очень много разных бунтов в Прибалтии и там сегодня Ленинградской области. И часто эти бунтовцы их сослали в Сибирь. Часто только маленькие группы, но мы знаем, что близко в Омске, сегодня Омске область, там есть колония Рижкова. И переселенцы Рижкова они пришли из округа Яма, там саббатной Ингер-Моланди, мы говорим, сегодня Ленинградская область. И оформили первый такой приход простые крестьяна. Поэтому это лютеранский приход оформили там уже тысяч... Их сослали в 1803 году, но они построили для себя церковь, или маленький капелл там. И уже в шестом году сам начинал богослужения привезти. И потом они писали для Питера, для консистория лютеранская церковь, что послайте пожалуйста нам пастор. И первый пастор туда послали, был такой Валтер, его звали Валтер, и он начинал там работать церковь. И туда построили первый храм для 1819 году, если я правильно помню. Он пришел туда уже в то время. Я перебью. Посмотрел карту Омской области. Если внизу где-то на юге, то посмотрел северная часть, тоже очень много лютеранских деревень. Восточная часть, старая Рига, новая Рига, и финские поселения. Вверху свои поселения. Сюда ближе к Тобольску тоже очень много лютеранских деревень. финны как-то называется там. Что-то есть такое. Омск такое впечатление, что очень много ссыльных было. Кого ссылали вот этих бунтарей, не знаю как. Но были разные группы. Первый это бунтарей, обычные крестьяне, ингермаланцы, ингермаланские финские, финные, Рижкова. Потом там слушали несколько пасторов. был такой пастор Бундани и время его был пожар и весь деревня горел или почти весь деревня. И после этого пожара финское государство начинало туда послать свои преступники. В основном воры, такие маленькие преступники, не за убийство. У нас это называется как на каторгу посылали в Сибирь. Каторгу. Финский государство начало послать свои каторжки. И были разные группы среди них. Были такие, которые были смертельные, их послали за Байкал туда, Ненеч и других жахт. Но были маленькие преступники каторжки, которые только в Тубовске. и потом был закон, что они должны подписываться на Лютеранские деревни. И Рыжково был единой крупной Лютеранские деревни. Поэтому их сослали туда, в Рыжково. Но Рыжково горел. И потом, вы понимаете, ситуация, когда мирные жители там своя по хаты работают и живет там. И Бов туда попадает много каторжников. Но они, конечно, не очень были довольны. И сами, можно сказать, еще горилл деревня. Поэтому одна группа переехала и делала новую колонию. Его в то время звали Бугене. И сегодня в карте можно найти деревню Фильм. И это очень сильно растил тоже. И там у них было 5 деревни. И они построили себе тоже маленький кирх, дом молитвы. Потом спили и все. Там была церковь. Я могу вам послать фотку из этого церкови. Потом один маленький крупа ездил в такое место, которое звало Буярка. Это деревня находится близко границы Тюменской области, но на эту страну сегодня нигде. Потом лютеранский пастор, который слушал в Омске, нашел очень трудно слушать эти разные лютеранские народы, потому что люди говорили четыре разных языков. Были финнов, были ингермоланцы, которые были свой диалек сильный, потом были эстонцы пришли, латыши пришли. И он сказал, что не могу слушать таки. Поэтому он оформил новую колонию, называется Ом-колония, 120 километров с Омска на восток. И там Ом-колония он делал так, что финны жили на шведском деревне, зовут Хельсингфорс, ингермоланцы жили на финском деревне, назывались Нарва, и потом эстонцы жили на деревне Ревел, который по-русски это Таллин, или Вирукюля, как они местные люди там говорят, и потом латышина Рига, и там они жили большой округ, и по-беременным больше и больше пришел тоже можно сказать четвертая группа свободные переэцеленцы, которые только в Прибалтии сказал, что ну идите туда, там земля в Сибири, они пришли и если мы посмотрим историю, но финнов, которые кадрчники были, их были где-то три с половиной тысяч столько, а эстонцы как свободные переэцеленцы их пришли больше десяти тысяч и латыши тоже пришли очень много, но в то время Брибалтия было три-четыре части, оттуда пришли лютеран очень много, поэтому они свои новые колонии везде поставили и так далее. И это не только Савадная Сибиря, еще в Восточной Сибири, Красноярский край или в то время Енисейские губернии, там тоже есть такая колония, Минусинская колония, там деревня Верхний Суетук, где жили финны, потом еще эстонцы, Верхний Буланка, где жили эстонцы и Нижний Буланка, где жили в основном Латыши, но 10% было немцев. И тех пор там в Каратузском районе есть деревня и есть храм, тоже остались храмы, очень крутая история, могу другой раз рассказывать об этом. Обязательно, мы еще запишем. Слушай, Юх, можно сказать, где вы все это берете? Это российские архивы или все-таки это архивы финские, шведские и прибалтийские? Но я в 95-м году, когда писал свою дипломную работу, я в основном использовал финские архивы. У финских архивов очень много материалов, потому что финское государство послал пастор, но четыре пастора там жил, и пастор должен писать годовой отчет, что я делал, где я был, где, как люди жили, и один годовой отчет могут быть 60, но крайне, крайне, самая большая встреча, 60-70 страниц, годовой отчет, и пастор там пишет все, сколько крестили, сколько погоронили, и кто, где живет, и так далее. Это один важный источник. Другое это, как я сказал, там 30 человек жили, как на время 30, 30, нет, почти 60 лет, и они писали очень много частных письмов для своих друзей, для родственников, как мы живем, что-то так. И это важный источник, значит, это частные архивы. И я нашел очень много потомки этих людей, и у них еще остались и сохранились какие-то материалы, письма, и некоторые эти письма сегодня существуют на архивах, финские разные архивы, но кроме этого государственных денег никогда не хватает, понимаете, поэтому частные финские организации и люди начали поддерживать эту работу, пожертвовать деньги в основном, пожертвовать книги, послали орган туда в Сибири, понимаешь, такие колокол или колокол послали, всякие вещи, и из них остались очень много источников, что как мы собираем деньги сейчас для этого и этого, как мы построим церковь туда, суетухи, как построим церковь в школе ум колонии, как построим и собирали деньги и я бы сказал, что я нашел где-то страницу 40 тысяч, 30-40 тысяч страниц на разных журнале, письма, архивах, очень много частных архивов и они, конечно, могут там проблема, что материал так много в Финляндии, понимаете, что например, я недавно был в архив Хельсинки, там государственный архив Финляндии, и там один миссионерка в Яконисах сохранили все свои дневники и там тоже отчетовая книга такая, баня стоит 50 копеек, хлеб стоит так, понимаешь, каждый детал она писала, но еще дневник всегда что как человеку и так поэтому Финляндии в первую очередь очень много материалов, Эстония есть материал, фотки я нашел из Эстонии, тоже мемориары, они пришли на сад из Сибири, они писали, ну как там жить и то время в Сибири для финнов это было чуть-чуть такое можно сказать но это был страх это место для кадрчники что как там дико что там убивают люди друг друга но такие люди всегда были как сказать любопытные всегда хотели интереснее поэтому они писали тоже для журнала разные как там ужасно в Сибири но такие но на самом деле особенно после Зелезнодорогу когда построили тогда Сибирь стала очень близко неделя поезд и уже там и это был в каком-то степени туризм но приходите сюда здесь хорошая черная земля приходите работайте здесь и так далее поэтому это было такое в каком-то степени можно сказать романтика как сегодня кто-то летает туда на Тахити или где-то дикие океане и там путешествуют со своим парусником или яхтами и пишут что как там круто но так и было сто лет назад они писали ну какие крутые люди мы там в Сибири там дико поэтому источники очень много но потом конечно я уже заметил Зелезнодорога русские государства сказали что приходите построим Зелезнодорогу и тысячами людьми пришли но среди них были тоже много лютеранин были руководители лютеранин которые которые были инженеры такие такие люди и конечно эти городов как Омск Новосибирск Томск Красноярск они получили много много новые люди и среди них были много лютеранин но еще группа была такая можно сказать энтузиастик я их называю энтузиастик которые там 1850 год 60 год хотел приехать в Восточную Сибирь или можно сказать Дальний Восток и работать там на Русской Америке и тоже Владивосток и много моряки на русских флот был флютеранин потому что они были финские народы эстонский народ латышки народы они же были морские народы они всегда умели плавать или как сказать ходить на на море и финнов сказали что русские не умеют они хорошие рыбаки но лодками не умеют и поэтому на флот было очень много лютеранин но это есть энтузиастики но там Аласка были лютеранские кирха и там были финские губернаторы все лютеранские пастыри Аласка Ситка такой город Ситка столица Аласка все лютеранские четыре пасторов были из Финляндии и потом один из них такой такой пастор Сюгнесиус стал министр образования Финляндии он Аласка видел инуиты и он начинал думать как им объяснить креста и преподавать и читать у них вообще другая идея в миру как у индия по Малибуту жили да и Сюгнесиус пришел в Питере он преподавал в школе Святой Мария и Святой Екатерина там центр в Питере много лет он преподавал и он познакомился конечно важные люди правительства и сам правитель и правитель его отправили в Финляндию быть министром образования и он можно сказать его сегодняшний день все знают Финляндию зовут его отца образования Финляндии или отца школы Финляндии у нас и гнесиус и он как раз из Сибири не только Сибири а русский Америка начинал думать как преподавать и он самый крутой можно сказать дидактик Северной Европы можно две программы тогда я уже наметил значит по Минусинску по Красноярскому краю и русско-лютеранская аляска так назовем еще одну чтобы вы подготовили и рассказали потому что впервые познакомился с таким удивительным человеком который имеет такой огромный материал и рассказывает но знаете у меня еще какой вопрос а русские архивы все-таки для вас открылись или нет вот вы прожили 20 лет у нас почти я знаю что я знаю что русских архивов есть материал и я хочу там работать я хочу работать на архивах в Питере где есть архивы Литеранская церковь Россия я знаю что Москва это Сибиря первый был под руководством генеральной консистория в Санкт-Петербурге и потом после 1832 году он стал под руководством московской консистория и это нам надо всегда помнить и понимать что этот Литеранская церковь был который мы говорим хоть финны, эстонцы, латыши, немцы они всегда были под или часть Литеранская церковь России и эти архивы тоже есть много материалов но сражение я пока не успел и заниматься и раз начинал этот ковид эпидемия меня не получилось так но я знаю что там есть материал я уже видел некоторые фрагменты также есть государственные архив Омской области там есть материал я точно знаю этот и также есть архив Красноярск но и Александр Франц очень много занимался на этот вопрос Барнауле в Томск приход книгу пишет скоро выпустим по истории литерарства в Сибири Алтая да и это очень важные источники но еще есть Минусинск Дании я думаю что есть еще Иркутск что-то хоть я один раз был в архиве Иркутск и они сказали что у них старый архив горил но я точно не знаю что там есть но это еще такой неизвестный можно сказать надо заниматься архивом чтобы знать что там есть но конечно есть еще такие архивы как все российские переписы 1897 году где мы можем найти все люди кто жили на этой деревне но это огромный материал конечно искать но можно каждую деревню искать я много оттуда нашел но еще Владивосток и русская Америка конечно еще дальше но чтобы работать там надо не одно материал так много что надо целиком команда и группа и финансирование на этот но я в основном занимаюсь на эти финские приходы которые были под руководством пастора который был послен финский сенат это был один приход только из шестерей или по-немецки говорится церковный округ после 1885 году финны которые были сабадной сибири и енисейские губернии стал одним приходом до этого был приход енисейские губернии но туда вошел все лютераны и до этого были военные капелланы были ну понимаете триста лет очень много изменений как сегодня сегодня были разные этапы разные группы разные приходы были очень много а еще если мы думаем что происходит после революции это вообще другая история но я хочу я хочу как-то держит этот финский потому что я знаю финский язык я знаю шведский язык и я могу в основном читать эти источники но конечно еще русский так плохо знаю но умею читать и немецкий плохо знаю но надо помочь ли ты тогда поэтому там много-много разные источники есть